Приветствую вас, прочитал ваш вопрос, соответственно, давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали, давайте попробуем подумать, как бы вам выйти из этой ситуации. Значит, скажу сразу, что мне импонирует ответ коллеги Марины Голиковой, вот, ее ответ, на мой взгляд, качественный, хороший и отражает суть того, что происходит сейчас у вас. Ну, в вашей жизни. Значит так, мне 27 лет, парень 25. Смотрите, то есть парень, как бы, младше вас, получается. Конечно, конечно, на первый взгляд, ничего такого страшного в этом нет. Старше и старше. Но, с другой стороны, с учетом того, что мужчина такой, как он есть, да, то есть с учетом того, как мужчина себя ведет с вами. И, собственно говоря, там, с вами, и вот, как он взаимодействует со своей мамой и так далее, да. Вот. С этим, с учетом этого можно говорить о том, что, ну, человек выбрал вас, будучи старше его, да, то есть выбрал девочку старше себя. Ну, на мой взгляд, не случайно. То есть тут, конечно, есть определенные варианты, могут быть варианты, могут быть определенные какие-то варианты, например, там, случайности или что вы друг другу понравились там и так далее, да. То есть тут прям может быть много. Но, тем не менее, нужно понаблюдать за мужчиной, как он относится к вам. Потому что либо он пытается за счет вас самоутвердиться, то есть вот с мамой у него такие вот отношения, да, в которых он, как бы, находится в позиции, ну, скажем так, в позиции ведомого. А с вами он хочет быть в позиции ведущего. Потому что с мамой в позиции ведомого находится. Вот. И, соответственно, если так, если у него такое же, ладно, ну, опять же, вам здесь нужно как следует подумать. А хотите ли вы быть для мужчины средством для самоутверждения? Ведь он таким образом самоутверждается за ваш счет. Да. Дальше. Следующий момент. Если он наоборот, если он наоборот, вам, как бы, подчиняется, ну, или склонен к тому, чтобы вам подчиняться. Соответственно, хотите ли вы быть для него второй мамой? Это тоже очень важный аспект. Потому что, ну, я так, как бы, подозреваю, что вы не хотите быть для него второй мамой. Вы хотите быть для него все-таки женщиной, женой. Но, тем не менее, для него вы вполне себе легко можете быть мамой. Вот. И если вы не хотите ею быть для него, то, опять же, нужно устанавливать определенные границы. Нужно устанавливать определенные рамки общения, в первую очередь, с ним. То есть не с мамой, а с ним. Я бы даже сказал, что не с ним, а вам самой с собой. Понимаете, да? Какой важный момент в этой ситуации. То есть вам самой с собой нужно наладить такую гармонию, чтобы мужчина, вот, эм... как-то, вот, взаимодействуя с вами, понимал, что можно в отношении вас, а чего нельзя в отношении с вами. Но то, что этот человек, эм, как бы, остается в такой, знаете, ну, своего рода детской позиции, да? То, что человек, эм, остается в позиции ребенка с мамой со своей. Это очевидно. И вопрос весь заключается в том, насколько вы в этом заинтересованы. То есть хотите ли вы иметь рядом с собой мужчину, который не может защитить границы вашей семьи, играть свои границы собственные. Понимаете, это все ваш выбор. Это все... Как бы... Ваша позиция. То вы выбрали такого, такого мужчину. Понимаете? Какой момент здесь. Дальше. Значит так. Его мама растила, эм, всю жизнь без мужа. А сколько вы вместе-то? Мы год жили у меня вдвоем, и все у нас было хорошо. Потом я попросил переехать к нему, так как у него заживание лучше, я согласился. Теперь я живу под неусыпным контролем смекрови, которая приходит к нам каждый день. Даже когда нас нет дома. У нее есть ключи. Вот смотрите. Здесь ваша позиция не очень ясна. То есть... Как бы... Вы говорите, что вот мы жили... У меня. Да? И... Все было здорово. Допустим. Потом он попросил вас переехать. К нему. Потому что... Ну... Условия проживания лучше. Опять же. Допустим. Ничего плохого в этом нет. Вопросил и попросил. Как бы. В общем... Просьба... В общем, вполне себе нормальная. У меня нет ничего... Экстраординарного в этой просьбе. Но дальше... Дальше... Когда вы увидели, например... Что мама его... Эээ... Вас как бы, ну... Там... Притесняет, да? Что вот... Как-то вам не нравится, как она себя ведет с вами. Как-то вот не устраивает вас. Как она ведет себя с вами. Ну и так далее, да? Вот. Вот. Вы... В этой ситуации... Почему сразу не дали... Эээ... Задний ход? Вы в этой ситуации... Почему сразу не... Эээ... Повернули назад? Не сказали своему мужчине, как бы... Что прости дорогой, меня это не устраивает. Мне в ситуации это не нравится. Мне как бы не нравится, что... Твоя мама там... Ну... Постоянно... Эээ... С нами, да? Постоянно с нами как-то взаимодействует. То есть я понимаю, она хорошая. Я ее не обвиняю. Говорите вы. Вот. Вот. Ну так... Эээ... У нас это своя семья. И все. Мне это не нравится. То есть, понимаете, какой момент? Вам не нужно доказывать что-то молодому человеку. Вам не нужно говорить ему что-то. Вам не нужно доносить до него какие-то истины. Потому что молодому человеку удобнее. Ему удобно, когда так происходит. Ему удобно, когда... Ситуация складывается, ну вот. Таким образом. И его это устраивает. Его это устраивает, и он менять ничего не хочет. Потому что, ну... Как вам моя коллега сказала, да? Что... Как бы... Что тут мама... Эээ... Его... Созависимые отношения и так далее. Вот. Это правда. Это правда. Так и... Его действительно все устраивает. А не устраивает кого? Правильно? Не устраивает вас. Так если вас не устраивает. Ну... И... Кто... Эээ... Кому нужно... Границы-то... Проявлять? Кому нужно границы-то защи... защищать? Кхм... Кхм... Вам... Вот вы это и делаете. Но вам кто-то мешает. Вам кто-то мешает. Вам кто-то мешает. Я полагаю, что... Мещают вам... Те же самые обстоятельства, что и... Эээ... Направили вас... В эту позицию жертвы. В которой вы сейчас... Эээ... Себя... Видите. Ну... То есть вас, опять же, что-то заставило... Понимаете, да? Вас что-то заставило быть... В этой позиции. В позиции жертвы. И вы в ней пребываете. И тут непонятно. То ли вас все устраивает. То ли... То ли... Вы... Ну... Не осознаёте этого. Реально. Не видите проблемы. То ли кто-то ещё. Неизвестно. Непонятно. Нельзя... Эээ... Сказать наверняка. Но то, что вы терпите это сейчас. То, что вы сразу не учли. Это о чём-то говорит. Это говорит о многом. Более, что вам двадцать семь лет. Нет, вы уже взрослая. Уже зрелая. Личность. Личность. Вы. Вы. Так. Значит. Ну. Вот она приходит. Эээ... Дома. Значит. Эээ... Приходит домой. Эээ... К молодому человеку. Когда захочет. Это понятно. Это понятно. Потому что она приходила к нему до... того. Так сказать. Того. Как вы. Появились. Ну и. Соответственно. Приходит. Сейчас. То есть. Я думаю. Я думаю. Нельзя. Нельзя. Было ожидать. Того. Что. Ситуация. Как-то. Ну. Как-то. Могла. Складываться. По-другому. На мой взгляд. Нет. То есть. То есть. Очевидно. Что. Ага. Она. Вела себя. Ага. Ну. Подобным образом. Она вела себя. Еще до того. Как вы. Появились. В жизни. Своего мужчины. И. Соответственно. Просто. Не захотела. Ничего. Менять. Вообще. Не захотела. Ничего. Менять. В своей жизни. Просто. Вот. То есть. Просто. Вот. Не захотела. Ничего. Менять. И. Все. То есть. На мой взгляд. На мой взгляд. Ну. Тут. Дело даже. Не в вас. Точнее. Не столько. В. Не столько. В вас. Сколько. Именно. Вот. Как бы. В ней. И в том. Что. Она. Ну. Возможно. Посчитала. 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 Если. Она. Изменит. Свое. Поведение. Это. Будет. Нажать. Типа. Что. Она. Вам. Большую. Значимость. Дала. Предала. А. Большая. Значимость. Естественно. В ее. Позиции. Невозможно. Невозможно. Ей. Придать. Больше. Значимость. Кому-то. Кроме себя. Потому. Что. У нее. В некоторой степени. Позиция. Неудовлетворена. То есть. Она. В своем. Сыне. Видит. Мужчину. Она. Превратила. Она. Превратила. Своего. Сына. В мужчину. По сути. Эээ. Своего. Из-за того. Что. Не смог. Не смогла. Найти себе. Ну. Нормального. Мужчина. Настоящего. Вот. Такое бывает. То есть. Ее. Жен. Ее. Сублимация. Ее. Женская. Энергия. Сублимируется. В. Материнскую. Таким. Образом. Ваша. Ревность. Понятно. Хоть. И. Беспочвенно. То есть. Мама. Она. Остается. Для него. Мамой. По-прежнему. Вот. И. Я уверен. Что. Сын. Он. Ничего. Не чувствует. Такого. Не чувствует. Что. Она. Ведет. Себя. Как. Женщина. С. 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 Ним. Он. Скорей. Сего. Просто. Думает. Что. Мама. Она. Она. Ведет. Себя. Как. Мать. Просто. И. Все. Просто. Что. Другого. Он. Не. Может. Испытываться. Вот. Ему кажется. Что. Вы. Разлучаете. Его. С мамой. И. В идеале. Здесь. Конечно. Нужна. Работа. Психологическая. Именно. С ним. Для того. Чтобы. Показать. Ему. Донести. До него. Что. Это. Ненормально. То. Как. Она. Себя. С ним. И. Как. Он. Ведет. Себя. 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 Для этого. Как. Вы. Понимаете. Нужна. 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 Желание. Работать. Вот. А. Ответственно. Оно. У него. Либо. Либо. Нет. И. Это. Мне. Подсказывает. Что. У него. Желание. Нет. Работать. Потому. Что. Вы. Изначально. Согласились. На. Такие. Условия. Проживания. С ним. И. Теперь. Он. Может. Сказать. Типа. Ну. А. Что. Что. Хочешь. От. Меня. Меня. Да. Что. Тот. Хочешь. Меня. Знаете. Дальше. Значит. Депрад. Неделя. Остается. У нас. Ночевать. Обязательно. На выходной. Проблема. Еще. В том. Что. мы с парнем работаем. В. Разные смели. Вот. Значит. И. Не видимся. С ним. Да. Значит. Почти не видимся. А. Выходные. Получается. Мы. Опять. С его мамой. Ну. Понимаете. Весь. Как бы. Мужина. Он. Отказывается. Что-то делать. Для. Отношений. Ваших. То есть. Он. По сути. Ничего. Не делает. Для. Отношений. Ваших. По сути. Он. Ничего. Не делает. Для. Ваших. Понимаете. Как. Он. Не делает. Ничего. Для. Ваших. Отношений. Не имеет. Мотива. К этому. И. Ваша. Задача. Не. Претензии. Ему. Предъявлять. Потому. Что. Ну. Он. Все равно. Он. Будет. Делать. То. Что. Ему. Привычно. Вот. Ваша. Задача. Не. Претензии. Определять. Раз. А. Ваша. Задача. Как. Женщины. Его. Именно. Показать. Что. Не. Приемлемо. Такое. Ну. Такое. Это. Отношение. Поведение. То есть. Вы. Считаете. Что. Ситуация. Да. Должна. Быть. Немножко. Немножко. По-другому. Что. Любящие люди. Они. По-другому себя ведут. Вот. И. Самое. Что. Главное. Самое. Что. Главное. Это. То. Самое. Что. Главное. Что. У. Мужчины. Нет. Стимула. К. Тому. Чтобы. Вести себя. Иначе. У него. Нет. Стимула. Чтобы. Вести себя. Иначе. У него нет. Что. Свадьба. Да. Скоро. А. Ничего не изменится. По сути. Дело. Понимаете. Ничего не изменится. Абсолютно. Все будет. Так же. Вот. Поэтому. А. Если вы. Действительно. Хотите. Счастливую семью. То. Я думаю. Что. Вам необходимо. Ну. Все таки. Все таки. Как то. Будет. Обозначить. Свои. Границы. Которые у вас есть. Так. Если я на выходные не еду с ними в деревню. То он спокойно уезжает с ней на эти дни. А. Посредине недели он также может поехать с ней с ночевкой. А у нас через две недели свадьба. А. А это вы. К чему. Вот. Про свадьбу. Ну. То есть. Не очень понятно. К чему вы. Про свадьбу. Говорите. Говорите. То есть. Как бы. Ну. Свадьба у вас. И. И. Что. Свадьба. Как относится. К. К. Поведению. Мужчины. Понимаете. Как относится свадьба. К. 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 Что. Что. Сейчас. Сейчас. На данный момент. Между вами. Происходит. Но вы ведь на. Вы ведь на. Свадьбу. Согласились. Правильно. Правильно. Вы согласились быть его женой? Согласились быть его женой. Ну вот, таки и возникает вопрос тогда, если согласились быть его женой, о чём речь тогда может быть, понимаете, да? Ну, я надеюсь, надеюсь, что понимаете, потому что, ну, на ответственность нести за свои действия, знаете, какая штука? А так, получается, что вы ответственность, ну, как-то вот я бы не сказал, что несёте, понимаете? Потому что, ну, как бы, вы соглашаетесь, вы соглашаетесь на то, чтобы быть женой мужчины, да? Но при этом он вам не нравится, и при этом он вас не устраивает во всём, кое в чём, в очень важном моменте. Зачем тогда быть его женой? У нас дома она может спокойно... Так, ну понятно, понятно, я просто начинаю ревновать. А из-за чего вот вы ревнуете? Вот подумайте, пожалуйста. Из-за чего вы ревнуете мужчину? То есть, что это вот за чувство у вас? Рев... ревность она... С чем связана здесь? То есть, вы не уверены в себе, вы переживаете по поводу того, что вам внимания не уделяют? Или вы одна боитесь остаться? Или что? В чём дело? Почему ревность? Что... Что есть ревность? Что заставляет её? Какие чувства у вас? Вот вы говорите ревность. А что конкретно за ревностью скрывается у вас именно? Почему вы ревнуете с его мамой? От этого человека к его маме. Это же... Не какая-то другая девушка, а это же всё-таки его мама. Вот. Здесь опять же работа с вами. Напрямую. Вау. Работа с вами. Как... Вы к себе относитесь? Почему... Вы именно так к себе относитесь? Ну вот. Как... Вы описываете. И так далее. Так. Значит. Если я ему начинаю говорить что-либо, я плохая. Помогите разобраться в этой ситуации. Я просто уже не знаю, что делать. Ну. А вам на границе своей обозначить. Мужчине. Мужчине. И... Как бы... Сказать ему что, дорогой, я... Тебя очень люблю. А... Я тебя обожаю. И... В общем-то я ничего против твоей мамы не имею. Но! А... То как вы живёте вот... Как ты живёшь с ней. С мамой. Как ты с ней взаимодействуешь. Меня не устраивает. Это... Дело не в тебе. Дело во мне. А... Я просто... Ну... Вижу по-другому это немножко. И... Собственно говоря. Всё. Вам нужно... И... Вам нужно только... Донести до молодого человека, что вы видите ситуацию... По-другому. И если он вами дрожит. Если он вас любит. Он... Он... Как бы сделает выводы. И будет действовать. Если нет. Ну нет. Значит нет. Значит он... Так и останется со своей мамой. И... Ладно. Он не любил. А вам... Вам придётся жить дальше. Да. Этот человек не станет вашим мужем. Но... Как бы... Это лучше, чем... Если бы он стал вашим мужем. Но при этом ваша жизнь была бы адом. На этом... На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы. Пишите в личку. А... Буду рад вам помочь. Если... Понравился мой ответ. Буду благодарен. Если... Сделаете его лучшим. Желаю вам всего... Самого доброго. И удачи. Субтитры создавал DimaTorzok